Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 февраля, Православная Церковь совершает память исповедника Ефимия Кириселидзе Игумена. Святой родился в деревне Самели, район Рача, в 1865 году у благочестивых супругов Соломона и Марты Кириселидзе. При рождении его назвали Евстатом. После окончания церковной приходской школы 15-летний Евстат отправился в Кутаиси, потом в Тбилиси в поисках работы. Вместе с еще одним благочестивым юношей Евстат организовал в Тбилиси нечто вроде богословского книжного клуба. Главной целью их начинания было стремление лучше понять древние церковные распевы и распространение знаний об этой древней церковной традиции среди широкой публики, а также укрепление православной веры среди грузинского народа. В 1890-х годах при активной помощи праведного Ильи кружок приобрел печатные станки. В последующие 25 лет члены кружка с ревностью издавали богословские тексты и бесплатно распространяли их в народе. Через некоторое время Евстат решил принять тяжелое бремя монашества, к которому он готовил себя с юности. Его духовный отец, преподобный Алексий Пшушания, одобрил его решение. В 1912 году по благословению епископа эмеритинского Георгия Алладашвили Евстат начал подвизаться в качестве послушника в монастыре Гелати. 23 декабря 1912 года он был пострижен в монашество егуменом Анфимом с именем Ефимий в честь святого Ефимия Афонского. В мае 1913 года он был рукоположен в Иеродиакона, а в 1917 году в священнический сан тем же епископом Георгием. В 1921 году коммунисты захватили власть в Кутаисе. Они посчитали преподобного неблагонадежным и арестовали его, освобожден за недостаточностью улик. В это безбожное время для клириков и монахов монастыря Гелатия каждый день проходил в ожидании поругания и притеснения. Но, несмотря ни на что, стойкий отец Ефимий продолжал свои труды по собиранию древних песнопений. Им было найдено свыше сотни древних песнопений для последующей публикации в западной нотной транскрипции. В 1924 году коммунисты разрушили собор царя Давида, строителя в Кутаисе, расстреляли митрополита кутаисского Назария и служивших с ним клириков. Преследования верующих ужесточились. Отец Ефимий решил покинуть монастырь Гелатия и, взяв с собой рукописи, с которыми он работал, отправился в более безопасное место. Тогда на дороге, ведшей из Кутаисе в Тбилиси, были убиты тысячи путешественников, но отец Ефимий успешно добрался до Мцхеты и привез целую повозку рукописей. Манускрипты были помещены на хранение в собор Светицховели, а отец Ефимий назначен настоятелем этого храма. В это смутное время отец Ефимий продолжал свою работу по изучению древних рукописей и переводу песнопений с древней невменной нотации в современную нотную. При этом преподобный нес служение духовника монахинь монастыря Сан-Тавро, расположенного недалеко от Светицховели. В 1929 году отец Ефимий был переведен в монастырь Зедозени за пределами Мцхеты. Он перевез древние рукописи в свой новый дом, вложил их в металлические футляры и закопал в землю. Шесть лет спустя, в ноябре 1935 года, он передал 34 сборника, включающие 5532 песнопения и несколько богословских рукописей в грузинские национальные музеи. Во время Второй мировой войны жизнь в грузинских монастырях была особенно трудной. Однажды настоятель монастыря Зедозени, архимандрит Михаил Мандария, отправившийся с Агурамо за провизии для монастыря, не успел вернуться до наступления комендантского часа и был застрелен коммунистами. Немного позже молодого монаха монастыря Парфения Арциаури арестовали по ложному обвинению, а старец Савва Пулариани приставился. Так отец Ефимий остался единственным монахом в монастыре. Его духовные дети, монахини монастыря Сантавра, заботились о нем уже старике. Зимой 1944 года монахиня Заиль Двальшвили и несколько сестер направились в Зедозени, чтобы навестить старца. Они нашли его лежащим в изгнеможении на кровати. Спустя некоторое время преподобный предал свою душу в руки Господа. Преподобный Ефимий был монахом-аскетом и ученым, который непрестанно молился с самой юности, был образцом целомудрия, смирения и терпения. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Ефимия Великого Яромонаха, преподобных Ефимия Схимника и Лаврентия Затворника Печерских в Дальних пещерах, преподобного Ефимия Сянджемского-Вологодского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Васа, Евсевия, Евтихия и Василида, священномученика Павла, Добромыслова-Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова